Вы чё за цирк? Застроили! Это не цирк, это цирк. Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Доктор Немезис, и это обзор на третий фильм Наруто, который я делать, честно говоря, не хотел. Точнее, я не хотел делать обзор именно на этот фильм, так как он мне нравится меньше всего со всех фильмов Наруто. И на это у меня две есть причины. Во-первых, в детстве, когда я смотрел фильмы Наруто ещё на старом DVD, да, и такие моменты были в жизни, этот фильм всегда не хотел прогружаться, так что полностью мне его удалось посмотреть, лишь когда у меня появился интернет. И тогда меня уже постер сам напрягал, и ни на что хорошее не наталкивал. Фильм же носит название «Большой переполох в стране полумесяца», что является отсылкой на более-менее неплохой фильм «Переполох в маленьком Китае». Хотя я и находил такие варианты названия, как «Защитники королевства полумесяца». Но, как вы наверняка уже знаете по прошлым обзорам, обзор у нас не происходит без участия моего друга Евгения, так что в студию, пожалуйста. Третий фильм по большей части полностью отличается от аниме. Он походит напрячь, нежели на фильм Наруто. Если оценивать идею, то, пожалуй, она худшая из всех идей для фильмов Наруто, но для разбавленности сойдёт. Честно говоря, сам фильм для меня ощущался как какой-то филлер. И филлер не в лучшем смысле. Так как по большей мере это напоминало больше какой-то цирк. И в прямом, и в переносном значении данного выражения. К тому, как показывают животных во вселенной народу, не считая призывы, я всегда относился неуважительно, хоть и не был против. Да, этот фильм показал настоящий зверинец в мире Наруто. И цирки, в которых их эксплуатируют. Но давайте не об этом. Моё отношение к циркам, сразу говорю, крайне негативное. А конкретно к циркам с животными. И главными животными в данном фильме являются два представителя. А именно, Мартышка Кеки, которого особого интереса, как по мне, не переставляет. И... Кхм-кхм. Саблезубый кот Чаму. Мне нужно говорить, что данное животное технически не должно существовать в реалиях мира Наруто, но что я там знаю. Они совсем не к месту. Лучше бы события закрутили вокруг чего-то другого. В целом, сюжет нормальный для фильмов Наруто. Но поскольку это больше напоминает притчу, снимаю два балла. Ну, это в некотором смысле хотя бы оригинально, так что оставлю этот момент в покое. Мне сюжет в целом не зашёл. Но если говорить в общем, то забавные моменты в нём всё же были. Отдельный плюс за технику водного дракона. И ещё один плюсик за то, что здесь он жёлтого цвета, что добавляет оригинальности. Ну, тут, Евгений, ты немножко ошибаешься. Это не техника водного дракона, это техника водного зверя. Который, как по мне, больше напоминает волка, чем дракона. Что можно считать плюсиком к теории об том, что мать Какаши из клана Инозука. Так как многие приплюсовывают к этой теории некоторые техники Какаши, на которых есть символика собак, как, к примеру, стены, и которые он показывал Баруто. Ну, или же это попросту пасхалка на то, что он сын белого Кыкааканохи. Что более вероятно, сама же техника по своим способностям, да, чем-то схожа с водяным драконом, но к тому же ещё может атаковать своими лапами из воды. Плюс когти ещё на них есть. Ну, а жёлтым данное водяное существо было из-за того, что Какаши использовал воду из фонтана, в котором та была жёлтой. И давайте те, кто очень умны по юмору, не будут в комментариях шутить по этому поводу. Я бы так не сказал. Ведь по факту злодеи весьма во многом повторяют своих аналогов из первого фильма, как минимум по построению команды, то есть лидер, здоровяк и девушка. Но давайте поговорим об этом немножко поподробнее. Здоровяк Конго ничего из себя интересного не представляет. Просто здоровяк с большой силой, который использует порошок, который влияет на рефлексы, чувства и восприятие. Хотя интересным является его имя, которое переводится как Кваджара из японского, что означает мифическое вещество, которое может разрезать что угодно, но его невозможно само разрезать по себе. Честно говоря, с зданием такого имени я не понял, так как оно по факту не совсем отражает суть своего владельца. Каребада, если я не ошибаюсь. Это девушка, которая ведет себя как ребенок, хотя ей 22, и это единственный персонаж, возраст которого мы знаем. Она использует гензюцу в перемешку с газом, который делает все то же самое, что и тот же порошок у Конго. Ничего интересного я в ней сказать не могу, кроме того, что она умерла от одного удара Сакуры, что может намекать на то, что Сакура уже на тот момент тренировалась у Цунады и лидер их отряда из Шибада, если не ошибаюсь, с именем опять же. Он имеет в себе также этот газ, который влияет на чувства и восприятие, и честно говоря, мне кажется, что именно он его и придумал, но это не точно, у меня есть еще одна теория на этот повод. И также он имеет при себе артефакт, который дает ему превращать что угодно в камень при прикосновении, что может быть отсылкой на царя Мидаса, который мог одним прикосновением превращать что-либо в золото, но я думаю, это натянуто. Сражался он более-менее неплохо и умер от полумесячного Расенгана Наруто. А в общем плане об них можно рассказать еще то, что в карточной игре по Наруто, которая, оказывается, была, их раскрывают как клан Уимон. Надеюсь, Ютуб правильно услышит название данного клана. И, возможно, использование паралитического газа, порошка и прочего, это является клановой особенностью. Уимонов. Уимонцев. Короче, членов клана Уимон. Об их же нанимателе Шабадабе мне говорить даже не хочется, так как он неинтересен. И, кроме того, что он их нанял, я в нем ничего не могу сказать. Также Сакура здесь уже стала полезней. Правда, повысить балл здесь я могу только за интересных, запоминающихся и неплохо поставленных злодеев. Я бы так не сказал, но насчет полезности Сакуры я скажу, да, она стала более полезна. Как минимум, одну злодейку с одного удара убила. И в этот раз ей даже не пришлось никого загонять никуда. Теперь перейду к общей оценке. И это 5 из 10. Все-таки формат притчи крайне неудачная затея, но события, происходящие с главными героями довольно трогательны, хоть и банальны. Я же оценил данный фильм на 4 балла. Как-то он мне не вкатил. Насколько я знаю, рисовка и дизайн в данном фильме понравились многим фанатам, в том числе и мне. Однако, я считаю, что рисовка во всех фильмах не слишком хороша, да и в аниме она, начиная со второй половины второго сезона, стала во многих моментах хуже. Ну, по поводу рисовки я мало что могу сказать, кроме того, что она мне отдаленно упоминает рисовку нынешнего оборота. Что касается второго главного героя, он хорошо подходит для притчи, который, по сути, и является этот фильм. Но с ним не происходит ничего особенного. Зато он напомнил мягкую сериала, где народ присматривал за богатеньким мальчиком, который был вдохновлен способностями Шиноби. До сих пор помню, как забавно это выглядело. И это мои самые приятные воспоминания, полученные от просмотра третьего фильма. Тут я согласен, что Ахару весьма неплохой главный герой для данного фильма, и в его изменения верится, но не так сильно, как в главных героев прошлых двух фильмов. Но теперь интересные факты. Фамилия королевской семьи страны полумесяца это Цуки, что с японского переводится как Луна, а имя же принца Хикару переводится как Сияние, что в общем итоге получается Сияние Луны. Постер данного фильма еще до официального анонса появился в одной пиксельной игре по Наруто, как небольшой анонс. Также первым 100 тысячам просмотревших были выданы подарки в виде ее с изображением в Наруто, которая при раскручивании начинала светиться, имитируя Расенган, а мы с Евгением смотрели данный фильм бесплатно. Эх. Шабадаба, насколько я знаю, является единственным злодеем в мире Наруто, точнее из тех, кто появились в фильме, которые не обладают Нейнзюцу. Также он лично не встречался с Наруто и также погиб случайно от Расенгана Наруто. Ну, как видите, не зря я не хочу много говорить о данном персонаже. Роклиджи с нунчаками может являться отсылкой на Прюссали, который является его прообразом. На этом же у нас все. Спасибо, что досмотрели до конца. Пожалуйста, поставьте свои королевские лайки и оформите не менее королевскую подписку. Вам не сложно, а мне приятно. А с вами был Доктор Немезис и до новых встреч и мирного неба вам над головой.